Мой ход, несмотря на то, что Урсула потеряна в время-пространстве, она первый игрок. Так, она в следующем ходу вернется в игру. Здесь у нас Йорик встает и опять пытается пройти проверку проклятия. То есть избавиться от проклятия. Нет, ему не везет. Ему не везет. И сразу же вытягиваем карту контакта для него. Красный подходит. Иное. Пройдите по проверку воли с модификатором минус 1. Минус 2. Наша воля равна 3. Это значит 1 кубик. Либо потерять 1 единицу рассудка и 2 единицы здоровья. Ну, давайте посмотрим. Мы прокляты. Бросаем 1 кубик. Нам выпала единица. Мы теряем последнюю единицу рассудка. Восстанавливаем рассудок до максимума. И получаем карту безумия. И мы также потеряны во времени и пространстве. Когда вы тратите улики, вы должны тратить их группами по 2. Так, мы потеряны во времени и пространстве. И переходим к фазе мифа. Так, неизведанный остров. Еще один жетон пробуждения. А, нет, это слух. А, но мы все равно должны выполнить нижнюю часть только потом. Так, давайте эти две поставим сверху. Так, один ход прошел. Так, неизведанный остров. Так, и улика у нас не появляется. Улика просто исчезает. Появляется монстр. Круг не передвигается, остается на месте. Так, и тянет заходит в вихрь. Еще один жетон пробуждения глубоководных. И еще один уровень ужаса. Это значит, Урсула проваливает свою личную историю. И Урсула проклята. Урсула у нас проклята. Она опять получает проклятие. Так, что у нас еще происходит? Ага, еще шестиугольник по черному два раза. Раз, два. И остальные у нас не двигаются. Так, ну и на этом седьмой ход заканчивается.